КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 75% горькости – это как? 75% – это то есть он будет максимально горький без добавления вообще каких-либо других ингредиентов. Только какао-масло, какао-тертое и сироп топинамбура. Сироп топинамбура – натуральный подсластитель, альтернатива вредному сахару. На порцию отмеряем 80 граммов. Это нам нужно будет расплавить? Да, это мы сейчас все растопим на водяной бане. Да, какао-масло и какао-тертое. Кипятим воду и снимаем емкость с огня. Таять масло должно естественным путем. На все про все 10 минут. Затем измеряем температуру, добавляем подсластитель и переходим к следующему этапу. Мы сейчас поднимем ее опять до 42 градусов и начнем процесс темперирования шоколада. А вот для чего это делают? Процесс темперирования нужен для того, чтобы кристаллы шоколада правильно соединились с собой, чтобы он правильно хорошо застыл, чтобы он был ломким, ломался со звуком и не таял в руках. Температуру нужно понизить до 31 градуса, а затем снова поднять, вручную, постоянно помешивая. Если этот процесс обойти стороной или нарушить, шоколад получится некачественным. Весь этот шоколад считается натуральным, да? Вот как говорят, розовый, значит, краситель. Нет, если мы делаем цветной шоколад, то мы используем только сублимированные порошки. Вот, допустим, у нас есть клуб малина, да? Мы ее можем перемолоть в кофемолке и добавить в белый шоколад. И у нас будет шоколад розовый с натуральным красителем. Темперирование – самый длительный процесс, но как только закончили, шоколад можно разливать по формам. Таня, может, попробуешь сама разлить? Давай, смело, смело льем. Какая красота, боже мой. Я бы ее сейчас, наверное, съела прямо отсюда, не дождавшись, пока оно все настынет. Собираем волю в кулак и начинаем украшать. Добавить можно все, что угодно. Главное, чтобы это сочеталось между собой. Орехи, кокосовую стружку, фрукты, ягоды, цветы и даже гречку. Ну что, 40 минут и готово. Теперь наш шоколад нужно отправить в холодильник. Ну вот и все. Час на застывание уже совсем скоро. Мы сможем попробовать, что же у нас получилось. А мне уже не терпится. Приготовить дома натуральные сладости может каждый. Главное – соблюдать все пропорции и использовать только качественные ингредиенты. Экспериментируйте с формой, цветом, наполнением, получайте новые вкусы. И пусть все будет в шоколаде. Татьяна Балыкина, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова